Всем привет, друзья! Сегодня новое видео на моем канале. Сегодня я хочу сделать обзор одного дома, который находится сзади меня. Это деревянный дом. Вроде как построен по технологии клееного бруса, что-то такое. Задача у нас такая. Мы будем здесь делать утепление 10 сантиметров. Сверху потом на этот утеплитель будем ложить пленку гидроизоляционную и будем монтировать фиброцементный саден кедрал. Уже какие-то работы мы здесь выполнили. Вот если посмотреть сзади, видно, что есть утепление, есть гидроизоляционная пленка. Сейчас я камеру переверну. Вот здесь мы делаем утепление 10 сантиметров минеральной ватой. Минеральная вата у нас от компании УСА. Сухой строганный брусок. То есть перехлёстное утепление. Там у нас сверху обрешётка идёт вертикально. Здесь вот идёт горизонтально. Закручиваем мы её на конструкционные саморезы. Вот здесь брусок 50 на 50. И дальше у нас идёт вот такая вот очень крутая диффузионная мембрана. Дельта Макс. Вот с обратной стороны, если её перевернуть, она имеет вот такую шероховатость. А здесь она такая вот как бы прорезиненная. Если посмотреть издалека, то выглядит она вот таким вот образом. Наша конструкция. Сверху вот вертикальный брусок, потом горизонтальный. Идёт перехлёстное утепление. Сверху вот такая вот крутая немецкая плёнка Дельта Макс. И сейчас я вам хочу показать конструкционный саморез. Вот такой вот. Значит, он, если так вот посмотреть его, грубо говоря, состоит из четырёх частей. Первый – это наконечник специальной конфигурации. Дальше идёт резьба. Дальше идёт расширитель, который рассверливает отверстия для того, чтобы вот этот стержень спокойно заходил у нас по этому отверстию. И дальше, если посмотреть на головку, она имеет такую зинговочную форму. То есть она немного, когда она заходит в дерево, как будто зингуется. И у нас сама психоголовка очень круто закручивается в деревяшку. Вот сейчас мы покажем вам примерно, как закручивается у нас саморез. Здесь мы уже проводили эксперимент. Взяли вот расстояние, сколько тут, я не знаю, сантиметра и закрутили его без дополнительного сверления. То есть давай сейчас повторим. Не, не сюда. Выше. Или ниже. Да, вот так вот примерно. Вот так вот это выглядит. Чуть-чуть ещё докрути. Откручиваем. То есть, грубо говоря, на такое маленькое расстояние, если мы будем закручивать саморезы, то, в принципе, нам их можно закручивать без дополнительного сверления. А так у нас здесь пойдёт брусок 50 на 50. И вот от края нам нужно будет отступить 2,5 сантиметра для того, чтобы этот брусок нормально, качественно закрутить. Сделать такой каркас. И здесь вот, в этот угол, вставить утеплитель, чтобы у нас вот эта часть дома была качественно утеплена. Чтобы у нас из угла ничего не сифонило. Дальше, если посмотреть, вот такой вот утеплитель, уже в упакованном состоянии. То есть, это минеральная вата. Её можно вот так вот делать, её можно делать вот так вот. То есть, она, чем мне нравится, она полностью восстанавливает свою форму. Очень хорошо держится в каркасе, очень хорошо её резать. Вот сейчас, на данный момент, мы используем практически во всех наших объектах именно такой утеплитель. То есть, вот такие саморезы, такой утеплитель. Также мы сейчас ещё начинаем тестировать вот такой вот интересный саморез. Называется он дистанционный шуруп. Фишка у него вот именно в том, что у него как бы двойная резьба. Вот есть такая вот верхняя резьба, которая идёт как насечки. Это даже не резьба, а такие вот насечки. И вот та основная резьба, которая входит в дерево. То есть, дистанционный шуруп, он имеется в виду для того, чтобы... Дистанционный шуруп, он называется... Почему? Потому что, если нам нужно выровнять плоскость стены, то мы, когда закрутили этот саморез, обратно его выкручиваем. Вот эта вот верхняя, как бы, вот эта верхняя насечка, она вытаскивает доску, и мы её можем вытащить там, ну, на то расстояние, которое нам необходимо. Вот так. Ну, это я вам покажу в дальнейших видеороликах, когда у нас уже будет сделана обрешётка. Когда мы обрешётку будем монтировать, я вам покажу. Дальше, если пройтись, то у нас здесь тоже утеплитель. В такой вот большой упаковке. И вот тут, если посмотреть, вот такой вот у нас красивый дом, который в дальнейшем будет облицовываться фиброцементным сайдингом кедра. То есть, если так вот на этот дом посмотреть, то нету здесь карнизных свесов. У нас идут вот такие вот фронтоны с четырёх сторон. Все стены, по сути, одинаковые, кроме одной, там, где у нас крыльцо. Вот такой вот объект. Интересно, сейчас я поеду на другой объект, на котором мы тоже делаем фиброцементный сайдинг кедрал. И там уже вам покажу, как кедрал смотрится в смонтированном состоянии. Сейчас я приехал на другой объект, на котором мы делаем монтаж фиброцементного сайдинга. Дом, который находится сзади меня, я вам его уже показывал. На нём закосячили строители, которые его возводили. Возводили этот дом каркасный, тут плохо утеплили его. Мы это утепление всё полностью переделали. И сейчас мы монтируем кедрал. Кое-какие работы вам хочу показать, без особых вниканий в процесс кедрала. Такой сделать небольшой обзор. Сейчас я камеру переверну. Здесь у нас коробка. Лежат полностью перфорированные софиты. Здесь мы подшиваем с веса кровли. Тут вот, на этой именно пристройке мы не подшиваем. Здесь так и останется. А на основном доме подшиваем. Вот этот вот небольшой кусочек здесь. Пойдёмте, я выйду на солнышко. Для того, чтобы показать вам, как этот цвет. Тут цвет кедрала C61. Такой вот цвет, такую красноту, как бы, немножко отдаёт. Прикольно смотрится. Издалека, если смотреть. Ну и вблизи, я думаю, тоже прикольно смотрится. Здесь у нас угол. Угол шириной во всю доску. Ширина доски 19 сантиметров у нас. Мы его делаем здесь, как бы, Г-образно. Вот эту часть заводим на эту. Закручиваем его специальными саморезами. Граббер для фиброцемента. Здесь вот у нас идёт сверху полностью перфорированный софит. Такой же, который в коробке лежит. Металлическая фаска идёт белого цвета. И водосточная система Бекки Стандарт. Здесь вот у нас есть газовая труба. Её закрывать нельзя. Было два варианта. Либо сделать вот такой металлический короб. Цвет максимально, который подходил под этот кедрал, это 3005. Пора луис смотреть. Вот так вот она идёт. Это труба. Либо её нужно было выносить, но это не очень такое бюджетное мероприятие. И по времени оно тоже должно занимать какое-то количество времени. Пока там согласование, пока ты всё это пройдёшь. Короче, решили такой малой кровью обойтись. Обойтись и сделать вот такой вот металлический короб. Здесь вот так вот мы делаем стыки. Давайте ещё покажу вам пару мест. Вот так вот идёт стык у нас кедрала. Здесь вот тоже идёт стык кедрала. Пойдёмте к эркеру. Так, наверное, здесь подальше отойду, показать вам, как эта стена смотрится. Тут тоже вот, если наверх посмотреть, полностью перфорированный софит. Сверху идёт вентиляционная решётка. Здесь утепление частично идёт по потолку. Там вот холодный чердак. Мы установили там вентиляционную решётку. Вот так он смотрится с этой стороны. Пойдёмте к эркеру. Там есть кое-какие детали интересные. Сейчас я вам их покажу. Значит, у нас, если посмотреть на эркер... Ну, давайте я вам окно покажу, как на эркер. Здесь вот у нас отлив. Идут вот такие вот с трёх сторон наличники из кедрала. Кстати, откос мы тоже делаем из кедрала. По такому же принципу, как угол. Здесь у нас откос закручен на граберовский саморез. Здесь у нас идёт наличник. И этот наличник заходит на вот эту откосную часть. Снизу у нас... Ну, так заказчики захотели так вот сделать. Такой вот сделать рисунок у наличника снизу. И если посмотреть наверх, вот такой вот он как бы выступает. И с двух сторон тоже срезанные углы. Дальше идём с вами. Здесь у нас угол. Зарезан под 135 градусов примерно. Тоже закручен на граберовские саморезы. Тут, если вы обратили внимание, он уже уже. Тут мы панель, грубо говоря, распускали пополам. Вот так вот этот стык смотрится. Здесь у нас откосная часть окна. Вот она вся жёсткая. Мы везде на всех окнах, на всех последних объектах делаем четверти. Четверти, когда утеплитель заходит на раму окна, гидроизоляционная плёнка, она идёт вот сюда вот как бы вовнутрь и приклеивается специальным клеем для того, чтобы вот это место было ветрозащитным. Если посмотреть вот здесь вот, то видно, что вот эта доска, она идёт практически в уровень с кедралом. У неё получается высота где-то 2,5 см. Это сделано для того, чтобы у нас нормально и качественно можно было прикрутить наличник с трёх сторон. Если сейчас я отойду, то посмотрите, вот эта доска идёт как бы по периметру с трёх сторон. У нас получается верхняя часть тоже прикручивается вот к такой вот доске. Если посмотреть на неё, то она вот стоит вот так вот ровно. То есть, если бы этой доски не было, то верхняя часть наличника у нас была бы как бы завалена. А здесь вот из того, что мы делаем такой вот небольшой каркас, мы можем её установить ровно. Вот так. Давайте я вам ещё издалека покажу. Вот так вот это всё выглядит. Вот так это всё выглядит. Но на сегодня у меня всё. Спасибо за внимание. Всем желаю в такое непростое время здоровья. Всем пока. Продолжение следует...